Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не 20 лет, я совершенно разбитый и не знаю, как описать свои чувства и эмоции. Хотел бы сказать, что я не представительница ЛГБТСА в общественных отношениях с девушками, не воспринимаю и не хочу. Уже на протяжении 4 лет я очень люблю одну женщину. У нас дальше в нём два раза. Люблю как человека, как личность. Хочу быть похожей на неё, она мне очень импонирует. А, в свою очередь, я так же делаю очень радость. Это прекрасно видно по её отношениям ко мне, комплиментам, объятиям, поддержке рыцарова. Думаю, она полюбила меня как дочь. У меня, к сожалению, плохие отношения с родителями. Думаю, это тоже сыграло ключевую роль. Вся проблема заключается в том, что я очень сильно хочу дружить и общаться с этой женщиной, но, к сожалению, это невозможно. Думаю, она всегда согнула нас снова. Спустя 3 года я даже не ожидала такого тёплого приёма от неё. Она, как обычно, относилась ко мне очень доброй, активно интересовалась в моей жизни и опять наговорила кучу всего положительного. Было видно, что она действительно рада меня видеть спустя года. Я увижусь к ней ещё один или несколько раз, но в любом случае не смогу ей предложить общаться из-за обстоятельств от меня независимых. Она потрясающий человек. Я очень рада, что в жизни дала встретить кого-то вроде неё. Я никогда не испытывал к ней влечения, лишь теплоту и доброту к ней. Меня буквально рвёт на счастье. Я чувствую не просто моральную разбитость, но и сильнейшую физическую боль, примыслил о том, что её больше никогда не увижу. Я не знаю, что мне с этим делать, я никогда к людям таких эмоций не испытывал. Наверное, это какая-то эмоциональная зависимость. Ну, очень много боли в вашем сообщении, в вашем тексте. Более он не прожитый. Обиды много, в том числе и на родителей. Вот. Думаю, что начать следовало бы с проговаривания этого всего. Вот. С проживания этого всего. Это первое. Второе, что мне показалось, то что у вас как-будто много, ну сложно сказать, много стыда. Как будто бы. То есть вот ощущение, что довольно часто и много вы испытываете стыд. Есть такое ощущение, да, что чувство стыда у вас присутствует. Там если сразу вы говорите о том, что не представитель чего-то там, да, и так далее. Ну как бы. То есть само то, что вы об этом подумали, уже как-то говорит про то, что... Вы пытаетесь как будто бы защититься. Как будто бы. То есть как будто бы вы пытаетесь себя обезопасить. Только от чего вы пытаетесь себя обезопасить. Оно от чего вы пытаетесь себя обезопасить. Это большой вопрос. От чего конкретно. Вы себя пытаетесь защитить. Вот. Понимаете. Понимаете, да? Какая штука. Понимаете. Как это у вас происходит. Дальше не очень. Я и понимаю, честно говоря, этот момент с невозможностью общаться. Ну, вы извините, конечно, меня. Сразу хочу извиниться. Ни в коем случае не обесцениваю ваши чувства, но... Если вы не можете общаться вживую, можно общаться дистанционно. Вот. Я не вижу каких-то препятствий к этому. А вы... Вы, получается, видите. Вот. А... Либо... 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 Вы не... Ну, не принимаете... Ну, какую-то вот... Другую форму... Эм... Другую форму... Общения. Если... Так... То, опять же, нужно... Разобраться с тем... Разобраться с тем... Эм... С чем это связано? Вот. То есть... Эм... С... 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 То... Эм... Что вы не согласны на какой-то... Другой формат общения. И вот здесь... Появляется... Эм... Мысль. Об этом... Something возможно, как раз таки, и... Убегаете из этого общения? Ага, Фэнн бежит от него, конечно, я могу ошибаться или могу быть прекрасным. Но тем не менее, было бы на мой взгляд неплохо в этом тоже разобраться. Другой вопрос. Хотите ли вы? Ну, это преследовать себя. Дальше. То, что касается плохих отношений с родителями. Ну, опять же. Это можно и подкорректировать с одной стороны. Подкорректировать их отношения. С другой стороны, вам уже 20 лет и вы вполне могли бы начать сепарироваться от родителей своих. То есть, в принципе, можно было бы, как мне Гаффи, это сделать. Подкорректировать. То есть, отделяться от них. По эмоциям. Что я мог бы сказать. Ну, выглядит так, честно говоря. Как будто вы мало кому вообще позволяете, в принципе, мало кому позволяете выражать и проявлять эмоции. И тут появился человек, который набрал из себя все то, что из вас, вот, из ваших, ну, потребностей. То есть, этот человек, вероятно, это олицетворяет все то, что вы сейчас хотите. Вот как-то так. И, на мой взгляд, вы боитесь. На мой взгляд, вы боитесь своих желаний. Попробностей. Копробов. Есть. Такая вероятнее всего. И отсюда происходит бегство вот этого общения. Ну, просто убегает. Как мне кажется. Поэтому, перво-наперво, это проживать волшебные чувства. Вероятно даже детские травмы, которые у вас есть, к сожалению. И, в целом, вообще узнавать себя получше. Вот. То есть, понимаете, да, с одной стороны, к вам сочувствие, с одной стороны, как бы, сопереживание вам идет. Но, с другой стороны, есть такое ощущение, что они драматизируете ли вы. Только говорить, что никогда ее больше не вижу, никогда там больше мы не будем общаться. Не могу предложить ей общение. Вот. Такое ощущение, что вы за нее все решили. Это вот то, что точно и называется драматизация. Когда вы видите все только с одного угла. И не видите все с других сторон. Может быть, все не так плохо. Если вы действительно хотите найти выход, вы его найдете, чтобы общаться с ней. Мне почему-то кажется, что вне зависимости от того, эмоциональная это привязанность или нет, общаться с ней вам будет не бесполезно. Так, по крайней мере, какое-то время. Как будто кто-то вас обвиняет в том, что у вас к ней влечение. Тут тоже такой интересный момент. Что вы, по сути, несколько раз об этом говорите, да, с нами. Типа, у меня нет к ней влечения, пишите вы. Как будто вас кто-то обвиняет в этом. Никто вас не обвиняет в том, что у вас влечение. Ну, нет влечения, ладно. Ну, было бы влечение, ладно. Чего такого страшного там в этом. Поэтому, тут вот тоже такой довольно интересный момент. Не боитесь ли вы сами идти на контакт с таким человеком? Таким важным человеком, да, да? При этом не веря в себя, да, и себя как-то обесценивая, да? Считаю себя, не знаю, недостойной какой-то. И так далее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволю вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 1800 01 30 wait a minute. Продолжение следует... Э .. Э .. А Е Bernie Д